Добрый день, я начинаю. Сегодня у нас будет обзор книги «Наш внутренний космос» по Юнгу. Слайды есть в телеграм-канале. Открываю слайды. Туда присоединиться могут все желающие. Ссылка будет на ютубе в комментарии закрепленном. Почему решила этот эфир провести? Он спонтанный. Сейчас скажу. Надеюсь, с интернетом всё нормально будет. Интернет пропадал. Думала, уже в контакт выйду. В общем, я хотела рекламу книги сделать «Душевные раны», но специалисты, к которым я обращаюсь, они поставили рекламу второй книги. Ну, значит, так и должно быть. В общем, сейчас два месяца будет идти реклама книги из курса «Профессия психолог-коуч». Книга называется «Наш внутренний космос» или «Структура психики по Юнгу». Сегодня будет короткий обзор этой книги. Также напоминаю, все подписчики школы, кто станет подписчиками школы, кто по рекламе увидит книгу и её купит, изучайте, пожалуйста, книгу «Добросовестно». Плюс. Не надо в одиночку это делать. Изучили первую лекцию по книге? Напишите в комментариях в Ютубе свои вопросы, размышления, комментарии. Либо на почту школы. Почта школы в конце книги тоже дана. Подробные вопросы, размышления, комментарии пишите, и на вопросы я буду отвечать, буду давать свою обратную связь по вашим размышлениям. То есть рекомендую принцип активного обучения. То есть даже если вы изучаете книгу самостоятельно, то подключайте внешнюю волю. И, пожалуйста, обращаюсь к тем, кто изучает книгу и кто будет изучать. Жду ваши вопросы по книге. Запись эфира сохраню на Ютубе. В комментариях в Ютубе также рада всем вопросам, размышлениям, комментариям. И по книге жду ваши вопросы, размышления, комментарии. Вот. Также внизу в Ютубе что ещё будет? Ссылка на рекламу. Как на специалистов, кому я обращалась по рекламе. Если у вас есть книга или вы хотите издать электронную книгу, потом её рекламировать, то внизу будет ссылка на специалистов, к которым я обращалась. Вот. В Ютубе внизу под видео. Также слайды к эфиру есть в Телеграм-канале. И слайды к другим эфирам. Вот. Всего у нас 10 слайдов. Сейчас быстренько все слайды рассмотрим, а дальше проведу короткий обзор книги «Наш внутренний космос» или «Структура психики по Юнгу». Кто занимается личностным ростом, развитием. То есть это надо знать. Это, можно сказать, секреты профессиональных психологов, но это полезно знать любому человеку. Также информацию из этой книги вы можете применять в жизни и получать результаты. Кто захочет пройти для себя онлайн-курс с практикой, жду вас в школе. Ещё в этом году, 1 октября, стартует группа на 10 недель. У кого есть возможность и желание, жду вас. В следующем году будет два запуска. 1 марта и 1 октября тоже планируйте своё расписание. Также в школе есть супервизорская группа для психологов, коучей. И также всех желающих. Такое есть сопровождение. Приходите. И есть проект «Психолог рядом». Это групповые разборы. Внизу в Ютубе будет ссылка. Тоже смотрите, какие есть проекты в школе. Открываю следующий слайд. Запись эфира будет. Рада вашим вопросам. Сейчас по слайдам пройдусь, а потом будет обзор книги. Обзор книги и содержание по главам. Первая лекция — эго. Это центр нашего сознания. Потом лекция про комплексы. Какие ещё структуры внутри нашей психики есть. Про энергию лекция. Про тень, персону, про самость. Как попадать синхронию в поток. Это я сейчас слайды покажу и дальше проведу обзор. Уверена, какие-то новые смыслы для себя откроете. Вот так выглядит наш внутренний космос условно. Это как дорожная карта, но только нашего внутреннего мира, нашего внутреннего космоса. Подробнее сейчас, после всех слайдов, буду делать обзор книги. Также, что ещё хотела, чем поделиться, кто интересуется темой благополучия, счастья, денег, здоровья. Также ещё рекомендую книгу, называется «Счастливый карман, полный денег». Вы изобилие и так далее. Вот на картинку смотрите. На Литреса также эта книга есть. И мои книги тоже на Литрес из курса «Профессия психолог-коуч» и книга «Наш внутренний космос». В общем, тоже эту книгу сейчас изучаю. Приходят мысли, что по этой книге можно марафон составить. Может быть, вы психолог-коуч, присмотритесь к этой книге. Классная книга, задания там. Там есть разные главы. Я немножко начала читать то же самое. Но в моей книге «Наш внутренний космос» глубину можно понимать. И эта книга тоже подходит. Я только начала читать про ощущения там главное, как я поняла. То есть если на уровне ощущения мы каждый день счастливы, гармоничны, то тогда у нас больше радости, денег, счастья, спокойствия и так далее. Также про квантовую физику здесь говорится. И в моей книге «Наш внутренний космос» по Юнгу там тоже есть лекция про синхронию, поток, про то, что наблюдатель влияет на наблюдаемое. И этот принцип мы можем применять в своей жизни каждый день в любой сфере. Для денег, для улучшения взаимоотношений, для здоровья и так далее. Вот, поизучайте эту книгу, интересная. Дальше. Кто хочет посмотреть комедию про любовь, рекомендую комедию «Ранее я пташка». Сейчас смотрю, это тоже комедию. То есть если вы дома работаете, фрилансер, бывает за компьютером, тяжело сидеть там 2-3 часа, потом делайте себе перерыв, 20 минут можно смотреть фильм. Если брать с научной точки зрения, то полезно смотреть разные фильмы, сериалы, где, можно сказать, есть смехотерапия. То есть это полезно, рекомендую этот сериал. Плюс там есть образ лайф-коуча. Ну, коуч, тренер в жизни, ментор по целям, по задачам. То есть интересно. Правда, в этом сериале лайф-коуч, образ начинающего лайф-коуча, немножко там с юмором это преподносится, но тоже одна грань этой профессии. Когда мы начинаем, мы как самозванец в любой профессии, будь то психолог, коуч или тренер в спортзале, или врач. То есть всегда есть этап самозванца. Как я понимаю, в этом сериале девушка лайф-коуч, она только начинает свою карьеру. Кому интересно, посмотрите интересный сериал. Дальше. Будут вопросы, задавайте. Запись эфира будет на ютубе. Еще сегодня ходила волосы красить, но это для женщин. Рекомендую ампулы для волос, уход, структура. Там на Валперес можно купить, до 2000 стоит. И дома можно укреплять волосы. Кому интересно, то есть такие, как уходы для волос. Желательно серию сделать, 3-4 таких ухода дома по 20 минут. На Валперес там есть инструкция, теплую шапочку одевать потом. В общем, кому интересно, тоже рекомендую. И себе сохранила. На Валперес буду покупать. Итак, дальше. Все слайды есть в телеграм-канале. Еще хотела... Я сейчас готовлюсь к семинару в Санкт-Петербурге. Взяла себе две недели. Думаю, как это будет, какие даты. Все-таки пока склоняюсь к коучингу. То есть те люди, кто придут на семинар, возможно, нас будет немного, но я рекламу буду давать. Будет теория, лекция. И плюс я больше это вижу как коучинг. По целям и задачам каждого участника. Плюс потом будет сопровождение онлайн. Я думаю, как сделать программу. Вот кто после мастер-класса, кто захочет сопровождение, это будет доступно на месяц или на два сделать. Я еще думаю, какие занятия, встречи онлайн. Потом можем также выпускной сделать в Санкт-Петербурге. Через месяц или через два, вот как программу я составлю, презентую. Кому будет интересно, рада лично с вами увидеться в Санкт-Петербурге. Пока я склоняюсь, что это будет формат коучинга, сопровождение, как тренер в спортзале. Вот я сейчас хожу плавать, сейчас раз в неделю уже по воскресеньям. И я тоже думаю про коучинг, сопровождение. То есть если по конкретной цели, по запросу встречаться раз в неделю, системно регулярно, хотя бы месяц-два, потом можно уже будет подвести итоги. Но такое сопровождение подойдет как… Ну, если честно говорить, если, конечно, психика сильно нарушенная, то, в принципе, это тоже подойдет, будет формат терапии. Но если человек достаточно проработан, то сопровождение, коучинг может дать более быстрые результаты. Это как плавание в бассейне. Например, вы с детства плавали, знаете технику кроль, брас и так далее, а потом случилось так, вы 6 лет не плавали, занимались чем-то другим, баскетболом, теннисом, чем-то еще или просто ходьбой каждую неделю. А потом вы пришли в бассейн, и, конечно, вы это вспомните на уровне тела, физиологии. Также мое мнение по коучингу. Как? У каждого будут результаты по зоне ближайшего развития, N плюс 1. Я со временем презентую программу, даю себе 2 недели. Итак, чем хотелось поделиться, слайд будет в телеграм-канале, вы там нажимаете на картинку «Увеличить». Посмотрите, это я взяла у Олега Матвеева, психолог, переводчик Олег Матвеев, базовые стратегии саморегуляции. Смотрите, стратегия самосохранения, разрушения, единения, отрицания, трансценденции и так далее. Психическое здоровье — это, когда случается какая-то ситуация вовне, и мы включаем стратегию самосохранения, то есть баланса, чтобы мы нашли баланс между собой и внешней средой, и мы включаем актуальную стратегию, которая сейчас актуальна в этой ситуации. И психическое нездоровье, когда мы только включаем стратегию, например, самосохранения или разрушения. Например, если мы включаем только самосохранение, смотрите на слайд, эмоции, страх, ужас, поведение, избегание бегства, характер, робкий, застенчивый, тревожный, психическое расстройство, пассивное, тревожное. То есть это всё сочетается. Ну, либо почитайте другие, какие есть черты характера. Обратите внимание на 10-ю стратегию трансцендентности, когда у нас есть предназначение, смысл. И обратите внимание на стратегию смерть. Когда мы теряем предназначение, теряем смысл в своей жизни, то запускается программа саморазрушения, парасуицидальное поведение и так далее. То есть обратите внимание на эти картинки, какие есть эмоции, поведение, черты характера. Я сейчас совмещаю это со своей книгой на Литрес «Черты характера по Фрейду». И какие есть психические защиты, там диссоциация, проекция и так далее. Совмещаю с этой картинкой. Также рекомендую, кто хочет подробнее самостоятельно в этой теме разобраться, рекомендую книгу Олег Матвеев «Эмоциональный компас». Эти картинки будут в этой книге у студентов школы. У вас есть эта книга в разделе «Книги». А так, эта книга есть на Литрес, поизучайте про развитие эмоционального интеллекта. То есть эти навыки надо тренировать. Навык саморефлексии, навык там само наблюдение, само анализа, выбор лучшей стратегии поведения и так далее. Это навык, он тренируется. Вот, включаю следующий слайд. Также эти 10 стратегий саморегуляции, что происходит на уровне головы, сердца и тела. Это всё есть в слайде, смотрите. И обратите внимание на потерю смысла, предназначения. Если мы берём ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, то часто человек теряет предназначение, смысл жизни. Отсюда включается стратегия саморазрушения. И ключевое, как я для себя сегодня понимаю, как человек, кто хронически находится в ПТСР, у кого посттравматическое стрессовое расстройство, какие-то тяжёлые эмоциональные травмы, базово человеку надо найти смысл в своей жизни. Предназначение ПАЮНГУ — это путь индивидуации. То есть кто-то сапожник, кто-то врач, кто-то юрист, кто-то медик, кто-то психолог. То есть надо найти смысл. ПАЮНГУ, когда мы находим свой путь индивидуации, вся жизнь нас поддерживает. То есть и ПАЮНГУ — это плюс системные законы. Также, как говорит тренер Вячеслав Губанов, защита от любых невзгодов, невзгод, болезней — это служение, любимое дело. Тогда жизнь нас поддерживает, тогда у нас больше денег, счастья, радости, здоровья. То есть всё в целом достаточно хорошо. Когда для системы мы более важный индивид, служим обществу. Кто-то врач, кто-то водитель, кто-то парикмахер, кто-то тренер в спортзале. То есть тогда мы под защитой. Подумайте об этом, поразмышляйте. Если берём этот слайд, то обратите внимание, если берём психологов, коучей, человек может к нам прийти в этой точке, где он потерял свой путь индивидуации, ПАЮНГУ потерял смысл. А не будет смысла, это как искры, свеча не будет гореть, без огня условно. Рада вашим размышлениям. Кто будет изучать слайды, шпаргалки в Ютубе, также в Телеграм-канале Школы, можете писать вопросы, размышления, комментарии. Я всё прочитаю. Дальше, что ещё хотела порекомендовать. У кого есть возможность, желание, можете почитать книгу «Суджок для всех». Эта методика, смотрите на картинку, когда кисти рук мы массажируем и стопы ног. Это телесно-ориентированная терапия, то есть можно самостоятельно делать, массажировать по определённой технологии ладони, стопы, и эффект будет на уровне ощущений, эмоций и так далее. Ну а телесно-ориентированная психотерапия, когда туда добавляем смысл, и желательно, чтобы был внешний наблюдатель, как человек, который видит со стороны, вот как тренер по плаванию, он же видит со стороны, как рука сгибается, как нога, и может, ну как что-то подкорректировать. Также и здесь, но в любом случае, телесно-ориентированная терапия, работа с телом самостоятельно, либо с помощью там массажиста, это даёт эффект, причём мгновенный, на уровне ощущений тела. То есть очень рекомендую. Также на Валберес есть, там 300 рублей стоит 250, массажёр для суджок-терапии. То есть специальным шариком массажировать ладони, стопы, ног. То есть там ещё есть колечко, вот я тоже закажу, как это всё делать, плюс видео на Ютубе есть, всем рекомендую. Также детям это очень подходит для развития телесности, навыков ощущения. Если берём профессионального психолога-коуча, у нас должны быть прокачаны все каналы. Канал ощущений, канал эмоций, поведения, образов, мы образно тоже должны мыслить. Ну и канал, например, смысла, мы тоже должны как осмысленно жить и понимать своё предназначение. В общем, с этого метода, с помощью метода суджок можно прокачивать канал ощущений. Навык распознавать свои ощущения — это базовые психические навыки, которые формируются до трёх лет. Но бывает, что этот канал плохо развит. Если берём книгу, что я показала, «Счастливый карман, полный денег». Ключевое тут для меня — «Счастливый карман». То есть когда мы счастливы на уровне головы, на уровне сердца, на уровне тела, ощущений, тогда денег у нас достаточно. И, как я понимаю, в этой книге «Счастливый карман, полный денег» там тоже говорится про ощущение счастья каждый день. Тогда наши цели и задачи легко сбываются, можно сказать, по волшебству, но как трудиться надо, усилия нужно прикладывать. Как олимпийский чемпион, даже условно 6 часов в день он тренируется, но потом отдыхает, есть свободное время, но трудиться надо, как вот ладонь, сжали-разжали, сжали-разжали. То есть, ну вот эта цикличность, она есть. Подумайте об этом, поразмышляйте. Так что, кто будет читать эту книгу, «Суджок» для всех, там врач говорит про движение, когда мы в жизни активны, двигаемся, у нас стопы ног автоматически, как, что-то на них взаимодействует, плюс руками мы что-то делаем, играем в баскетбол, либо моем посуду, либо что-то ещё, и мы автоматически воздействуем на точки. И здесь есть эти точки, которые влияют на весь организм, как капля океана, эффект голограммы, капля океана содержит информацию обо всём океане. Если взять под «Суджок» терапию, то здесь как будто как голова, тут сердце, вот тут ножки, это как будто ручки. Но будете смотреть картинки в книге, интересно. Психологам, коучам тоже рекомендую для общего развития. Интересный метод, столько всего в мире интересного, вот поизучайте. И плюс, если там болит голова, то можем массажировать определённые точки здесь. Поэкспериментируйте, поиграйте, включите игру творчества, как у ребёнка. То есть в каждом взрослом есть тоже внутренний ребёнок. Поэкспериментируйте, не надо слепо верить. До веры есть этап проверки. Глаза, уши, практика. То есть там болит голова. Есть определённые точки, на которые мы нажимаем, воздействуем. Или там болит нога, проекция ноги здесь. Вот поэкспериментируйте. Посмотрите, я тоже вот сейчас этот набор закажу, тоже буду делать. Полезно. Тоже канал ощущений у себя прокачиваю. Всё на себе тоже тестирую. Интересно. Так, включаю следующий слайд. Обзор по слайдам сделала. Итак, возвращаемся к книге моей, книге на Литреса, наш внутренний космос по Юнгу, как выглядит наша психика. Книга есть на Литрес. Она из курса «Профессия психолог-коуч». Курсы сейчас, если проходить с практикой, стоят 200 тысяч рублей. Цена фиксирована на этот год, на следующий и далее. Курс идёт 10 недель. Поэтому, когда будете изучать книгу, прошу добросовестно изучайте. Да, книга стоит 199 рублей, но она из курса за 200 тысяч, поэтому прошу как не обесценивать эту стоимость. Мне хотелось сделать, чтобы качественная информация была доступна всем. Как интернет за 500 рублей в месяц условно есть у всех. Поэтому, ну, хотелось, чтобы это было доступно. Вот. Также над каждой лекцией, если брать эту книгу, трудилась по 8 часов в день, всё это как переводила в текстовый формат. Например, будете читать лекцию первую про центр нашего сознания, эго по Юнгу. Там страничек 15. чтобы эту лекцию подготовить, 8 часов усилий приложено на каждую лекцию. Но, как есть такая фраза, боль пройдёт, победа навсегда. Вот представьте роды, когда мы рождаемся, мы делаем большую работу. То есть, это важный процесс, нужный, и он где-то болезненный. И когда мы преодолеваем родовые каналы, ребёнок уже на уровне импринта, тела, уже с самого рождения понимает, что усилия надо прикладывать. То есть, рождение, это не всегда, не только приятно, это ещё и болезненный процесс, это трудный процесс. То есть, вот эти трудности мы с рождения проходим. Но когда мы родились, прошли родовой канал, всё, как наступает другой этап. И, как можно сказать, мы совершили определённую победу. То есть, это, ну, как непростой этап, когда мы рождаемся. Понятно, ну, в зависимости от состояния мамы этот этап мог быть, ну, более лёгкий или, ну, как неестественно, более трудный, и тогда это надо компенсировать. Но смысл такой, мы это сделали один раз, родились, и теперь каждый год нас поздравляют с этой победой. Подумайте о своих победах. Ещё вот для меня, то, что я опять книг на Литрес оформила, я тоже приложила большой труд. То есть, это, ну, как не по волшебной палочке, это появилось. Вот. К чему я говорю, если проводить параллель с родами, так же и, ну, у каждого из нас есть какие-то цели и задачи перейти на какой-то новый уровень N плюс 1. И там обязательно есть эффект болезненный, как в родах. Надо чуть-чуть преодолеть себя. или в бассейне мы плывём 50 метров, а со временем надо уже 75. И со временем 75 метров проплывать для нас уже легко. А первое время для нас это непривычно, одышка. В общем, поразмышляйте про навык трудиться, навык на уровне ощущений. Тело у нас, этот навык есть с самого рождения, когда мы рождаемся. Вот. Будете изучать обзор книги «Наш внутренний космос». Это открытие Юнга. Он психиатр, психолог и сделал свои научные открытия в этой профессии. Он ученик Фрейда. И наша психика, можно сказать, выглядит так. Есть центр сознания, эго, это центр нашего сознания, то есть есть сознание, есть центр. И как? Эго может быть крепким, может быть слабым. Например, я поставила какую-то цель и реализую её. Значит, эго сильная, сила, воля, дисциплина, наши желания. Это про эго. Чем более человек психически здоров, тем более эго крупное, как твёрдое. Плюс, за счёт конфликта, стресса, фрустрации, эго у нас постепенно расширяется, расширяется. Но расширение идёт, конечно, через болезненный этап, через конфликт. Дальше, есть персона, это наши социальные роли в социуме, плюс профессиональные навыки. Мы повышаем квалификацию в профессии, персона тоже крепнет, расширяется. Есть тень, это теневые качества, которые нам надо развить. Есть анима, анимус. В женщине и в мужчине есть женские качества и мужские, и важен баланс. Тогда мы чаще в синхронии, в потоке. Вот. Также есть коллективное, бессознательное, есть опыт предков, который записан внутри от рождения у всех. Есть личное, бессознательное, это наш опыт детства. Вот. Ну, лекции очень классные, очень крутые, поизучайте и применяйте эту информацию в жизни, тренируйтесь. И возвращайтесь к этой книге, перечитывайте. Я уверена, вы будете открывать для себя новые грани. Вот. Я сегодня короткий обзор провела. Рада вашим вопросам, размышлениям, комментариям в ютубе. И если надо, можем подробнее на какой-то лекции из книги останавливаться. И я буду проводить эфиры, если от вас будет как обратная связь. благодарю всех за внимание. Раз пока нет вашей активности, смотрите эфир в записи, кто будет смотреть, пишите в комментариях в ютубе ваши вопросы, размышления, все почитаю и на вопросы тоже отвечу. В общем, поделилась радостью про то, что сейчас будет реклама книги. Провела короткий обзор, ну, насколько смогла. Вот, все, всем хорошего дня. У нас немножко снег, все, хочется весны, но пока не наступает. Вот. Желаю с этого эфира получите для себя какие-то важные смыслы, осознание, озарение, получить какую-то жемчужинку, которую вы унесете с этого эфира и что-то по-новому что-то будете делать в своей жизни. Вот. Изучайте книгу, жду ваши вопросы, размышления, комментарии. До новых встреч и всем хорошего дня.